Здравствуйте, ребята! Наша тема – Present Simple – настоящее простое время. Именно с него начинают изучение всех английских времён. Ещё это время называют Present Indefinite – настоящее неопределённое время. Оно употребляется для выражения обычного, повторяющегося действия в настоящем. Поэтому Present Simple часто употребляется со следующими словами. Every day, week, every month, every year. Каждый день, неделю, месяц, год. Always – всегда, often – часто, usually – обычно, sometimes – иногда, seldom – редко. Например, they read books every day. Они читают книги каждый день. He always takes the bus to school. Он всегда ездит в школу на автобусе. Present Simple образуется очень-очень просто. Для его образования мы берём инфинитив без частички tour. Visit and wash. I wash – я навещаю. He washes. А для местоимения he – он, she – она, it – оно, мы берём глагол. Visit and wash. Это выглядит так. Как вы видите, мы добавляем окончание «с» и «с» в третьем лице единственного числа. Когда же мы должны добавлять «с», а когда и «с»? Если глагол заканчат на щипящий звук, мы добавляем окончание «с» – «вошись». А во всех остальных случаях мы добавляем окончание «с». То есть, чтобы добавить окончание «с», глагол должен заканчиваться на следующие буквы. «С» – двойная «с», «ch», «sh», «x». «Дресс» – одевать. «She dresses» – она одевает. Есть ещё два глагола, которые в третьем лице единственного числа добавляют окончание «с». Это уже нужно запомнить, это уже исключением. Например, «go», «do», «he goes», «she goes», «he does», «she does», «he does». Он, она, оно делает. Есть глагол, заканчивается на букву «y», например, «study» – изучать. И перед «y» у нас согласное, то в этом случае мы меняем «y» на «i» и добавляем окончание и «s». Но если перед «y» будет гласное, как «play» играть, то тогда мы просто добавляем окончание «s». И у нас ничего не меняется. А теперь мы поговорим о том, как образуется вопрос. Чтобы образовать вопросительное предложение, мы должны взять вспомогательный глагол. Для местоимения «I», «we», «you», «they» мы берём вспомогательный глагол «do». А для местоимения «he», «she» и «it» мы берём вспомогательный глагол «does». В вопросе вспомогательный глагол всегда стоит перед подлежащим, а после подлежащим мы должны употребить смысловой глагол. Например, «dash» и «wosh». Обратите внимание, что когда мы используем «does», то основной глагол теряет свое окончание «s» или «is». Получится в вопросе «do I visit», «я наищаю», «does» и «wosh», «on moet». Но теперь как образуется отрицательное предложение. Для образования отрицательного предложения мы снова должны взять вспомогательный глагол, но уже с отрицательной частичкой «not». Получается «I», «we», «you», «they», «do not». Мы можем использовать сокращение «don't». Для местоимения «he», «she», «it» мы опять берем «does» и мы берем без окончания. Например, «I don't visit», «я не навещаю», «we don't wash». Теперь мы знаем, как образуется утвердительное предложение, вопрос и отрицание в simple present. «We go to school every day». Выходим в школу каждый день. «Do we go to school every day?» «We do not» или «we don't go to school every day». «She always washes dishes». «Does she always wash dishes?» «She does not» или «she doesn't always wash dishes?»